Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда приглашаю подписаться, те кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. А мы с вами тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 18 февраля, киевское время, 20 часов. Утро началось как всегда с воздушных тревог, не дождетесь. Всегда говорю я в ответ на это, мы на правильном пути и на пути к победе, к перемоге, нашей перемоги в этой войне. И события вчерашнего и сегодняшних суток, особенно международные события, говорят об этом. А события на линии фронта это подтверждают. Итак, обо всем более подробно. Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства. Продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы по гражданским объектам и жилищам мирного населения. В течение суток противник нанес 10 ракетных ударов, 29 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины. И об этом мы еще поговорим отдельно в военно-политической обстановке. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки наши войны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гринниковка, Синьковка, Харьковской области, Стельмаховка, Краснопоповка, Кременная, Луганской области, Выемка, Федорова, Просковьевка, Бахмут, Ивановская, Часовьяр, Водяная, Марьенко, Новомихайловка и Углидар в Донецкой области. Ну то есть география от Сватова, даже уже севернее Сватова, Гринниковка у нас сегодня самая, будем так говорить, северо-восточная точка горячей этой дуги, где российские войска пытаются начать наступление, и она тянется аж до Углидара. Все остается неизменным. По оперативным направлениям, на Волымском, Полевском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелом подверглись населенные пункты в Черниговской, Сумской, а также в Харьковской областях. Вот тут надо остановиться более подробно. Вчера появилась информация, я ее тоже комментировал, про якобы появление десятитысячной группировки войск на границе с, недалеко от границы с Сумской областью, на территории Российской Федерации. Даже было уточнение, что отсыпали дорогу гравием, которая идет к границе. Почему? Потому что распутятся, чтобы тяжелая техника не увязла. Как видите, оказался фейк. Ну, в принципе, я сказал, что такая десять тысяч, это не та группировка, которая может прорвать нашу границу сегодня. Может быть, это могло произойти 24 февраля 2022 года, в принципе, что и произошло. Правда, тогда группировка была почти 50 тысяч. Где-то, по нашим оценкам, до 45 тысяч вторгалось с северного направления со стороны Белоруссии в Украину. А тут 10 тысяч. Я так и сказал, что это максимум может быть вооруженная провокация. А сегодня есть уточнение, есть разъяснение о том, что это фейк. Нет у Российской Федерации возможности формировать 10-тысячные группировки на других направлениях, кроме Донецкого. Да, мы помним, что на Брестском полигоне Республики Беларусь находится порядка 10 тысяч российских военнослужащих, где они проходят обучение. Но не более того. Далее. На Купинском и Лиманском направлениях, там идут позиционные бои. Противник совершил порядка 15, точнее, совершил обстрелы порядка 15 населенных пунктов вдоль всей линии разграничения. Изменений на линии фронта на Купинском и Лиманском направлениях за сутки не зафиксировано. Бои позиционные. На Бахмутском направлении. Большинство штурмов Бахмута отбито. Противник понес потери, откатился на исходные позиции. Враг атакует Раздолевку. Продолжает атаковать. Там идут тяжелые бои, но противник успеха не имеет. Кстати, наши десантники в очередной раз заставили российских оккупантов бежать со своих позиций. Севернее Бахмута. Ситуация очень тяжелая. Окупанты контролируют Просковьевку и ведут штурмовые действия в направлении Берховки. Изменений в линии фронта, то есть продвижение врага на данный момент не зафиксировано. Идут тяжелые бои, но противник успеха не имеет. Ситуация с Бахмутом стабильно тяжелая и враг не оставляет попыток обойти город с севера. С юга мы более-менее стабилизировали ситуацию. Там линия фронта стабилизируется, обе стороны укрепляют свои позиции. Но единственное, что осталось у противника, это возможность атаковать или пытаться обойти Бахмут с севера. Что ему не удается. На Авдеевском и Шахтерском направлении незначительное продвижение врага у Веселого. Вчера враг атаковал район Водянова и имел незначительный успех. Тоже немного продвинулся. И ситуация в Маринке остается на грани критической. Вот здесь, видите, Авдеевское и Шахтерское направления. У нас ситуация в общем ситуации очень тяжелая, а в Маринке на грани критической. Но тем не менее. На Запорожском направлении огневое поражение подверглись районы 25 населенных пунктов. В общем ситуация на линии фронта стабильная. Идут позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими огневыми ударами. На северном направлении от огня вражеской артиллерии пострадал Херсон, а также 25 других населенных пунктов вдоль всей линии Днепра. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения противника, а также 1 по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников противника, по предварительной информации 5 типа Ланцет и 1 типа Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции. Это кстати большая удача для артиллерии поймать комплекс С-300 в районе огневой позиции. Кстати поражается просто обстрелом на осколочное действие, вот эти тубусы с ракетами сечет осколками и комплекс выходит из строя. Также и машины, они легко бронированные, поэтому очень-очень легко поражается. Главное поймать, здесь можно сказать поймали. Как основной вывод можно сделать, что буксует наступление российское, очень сильно забуксовало. И мы стабилизируем линию фронта на многих направлениях, практически на всех направлениях купируем попытки российских войск продвигаться в глубину нашей обороны. И в общем можно охарактеризовать ситуацию как стабильно тяжелую, но правда на некоторых участках близкую к критической. Особенно это Авдеевское и Шахтерское направления. Ну что ж, вот такие вот новости военные у нас на оперативных, на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. И немножко мы поговорим с вами о военно-политических новостях, которые тоже раскрывают события войны и политики, которые происходят вокруг этой войны. Итак, Институт изучения войны, американский, вот с этого начнем. Считает, что военный успех продолжает ускользать от Российской Федерации. Так считают эксперты института. И при этом, ну видим мы, даже по наступлению на Донбассе, нам удается отбивать это наступление. Россия несет огромные потери. За, допустим, продвижение на 150 метров вперед, они там ложат людей сотнями, иногда даже тысячами. Потери просто неимоверны. В сутки, в среднем сутки тысяча человек, это два батальона теряет Российская Федерация. Я не знаю, много это для России или мало, при таком населении готовы, судя по тому, что они идут постоянно в атаку, они готовы к тому, чтобы их убили. Они готовы умереть, я не знаю, за что конкретно, но думаю, что за царя Отечества я бы так это сформулировал. Потому что другой причины умирать в захватнической войне, ну еще может быть за то, чтобы помародерить местное население чужой страны, которую они захватывают. Может быть так. Так вот, эксперты института изучения войны считают, что Российская Федерация может вернуться к тактике массированных ракетных ударов. Настолько, насколько это сегодня она сможет воспроизвести по тому количеству ракет, которые у них остались и которые они могут применить. Так что, может быть такое, что они могут нанести в ближайшее время, намного раньше, чем мы ожидаем. Ожидаем мы где-то через 10-14 дней. Так мы примерно пытаемся проследить систему в нанесении ракетных ударов со стороны Российской Федерации. Но они могут поднапрячься, я так понимаю, судя по оценкам Американского института, поднапрячься и нанести ракетный удар намного раньше. Тем, что у них есть под рукой. То есть, бить будут со всего. Лишь бы добиться хоть какого-либо успеха. Кстати, время к 22 февраля приближается неумолимо. Это дата, на которую назначено обращение Путина к федеральному собранию. И сказать Путину там будет нечего. Почему? Потому что на фронте никаких успехов нет. Генералы, как всегда, не смогли выполнить те политические задачи, которые перед ними ставил Путин. Далее, Канада выделяет более 16 миллионов долларов на реализацию шести проектов в Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады. В частности, компания TetraTech получит 7,5 миллионов, которые будут использоваться для обучения и обеспечения оборудованием украинских саперов. А также повышение осведомленности населения о минной опасности. Ну, видите, страны расширяют уже программы. Программы уже больше... Некоторые программы начинают быть ориентированными на восстановление мирной жизни. В частности, разминирование территории для нас это будет огромнейшая проблема. Она уже назревает. И я думаю, что чем быстрее мы начнем привлекать иностранные компании и вообще международную помощь, тем быстрее мы начнем разминирование наших территорий. Без обследования саперами какой-либо территории, ее эксплуатация этих земель будет просто невозможна. Или это будет влечь за собой огромные риски и, возможно, даже жертву. Поэтому пренебрегать этим нельзя. Далее. Продолжаются учения украинских военных на танках «Леопард-2» в Польше. Бундесвер, в свою очередь, также приступил к обучению украинских военных на боевых машинах «Леопард-2». В Министерстве обороны Германии отметили, что учения будут проходить преимущественно на базе одной из школ танковых войск. Кроме того, на этой неделе группа украинских военнослужащих прибыла в Бельгию для прохождения учений по пользованию подводными беспилотниками, передачу которых Бельгия анонсировала в ноябре месяце прошлого года. Учения проходят в рамках тренировочной миссии Европейского Союза. В ноябре, кстати, на Рамштайне они приняли решение о том, что создать тренировочную миссию Европейского Союза для подготовки военнослужащих вооруженных сил Украины. Вот эта миссия уже работает полным ходом. Далее Нидерланды вместе с Германией и Данией, в три страны, предоставят Украине более 100 танков «Леопард». Это идет речь о вторых «Леопардах». Это не первые. Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков «Леопард». Вместе с Германией и США зенитно-ракетный комплекс «Патриот». А также танки «Леопард-2» с боезапасом. Заявил сегодня премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Он, кстати, посетил Киев. И это он объявил на совместном президентом Украины брифинге при посещении города Киева. Видите, несмотря на массированные ракетные удары, политики приезжают, дают брифинги, посещают Киев. Кстати, была экскурсия, Рюте прогулялся по Киеву, посетил выставку подбитой российской техники. Встреча была в Мариинском дворце. Так что мы показываем России, что не дождетесь и не дотянетесь до наших святынь для того, чтобы помешать нам вести нашу внешнеполитическую деятельность. Далее, правительство Нидерландов, опять же, оформило очень важное решение о расположении в Гааге международной организации международного реестра убытков. Это к организации и проведению в Гааге международного военного трибунала. Это говорит о том, что правительство будет финансировать эту организацию и содержание ее, а эта организация будет собирать реестр. Вот все эти уголовные дела, которые возбуждают наши правоохранительные органы или группы правоохранителей, которые помогают нам в этом, работают на территории Украины сегодня. И польская полиция работает, следователи, французские следователи работают. Сейчас Нидерланды дают нам следственные группы для фиксации военных преступлений. И последние цифры, там 10 тысяч я слышал, уголовных дел возбуждено по фактам военных преступлений Российской Федерации. Только, по-моему, Национальной полиции и Госбюро расследования. Их будет много. Так вот, все эти уголовные дела, это все будет передаваться в этот реестр убытков. И, соответственно, этот реестр будет формировать, это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все свои преступления. Преступник будет наказан и будет платить за каждое. В каждом преступлении есть доля убытков. Кроме уголовной ответственности, они будут нести еще и материальную ответственность по каждому преступлению. И вот этот реестр, вот эта организация будет формировать реестр. Это все будет посчитано. И Россия заплатит все до последней копейки. Ну, как Германия, сколько Германия лет платила РИПАРа? 80 лет выплачивала. Вот и Россия будет выплачивать нам и тем другим странам. Там же, подождите, еще предъявит Европа свои счета за содержание беженцев. Вот эти все пособия, которые сегодня выплачиваются нашим беженцам в Европе. Это все будет оплачивать Российская Федерация. Все будет за счет России. Продолжается в Мюнхене конференция по безопасности. И сегодня там, вчера выступает, сегодня еще выступит премьер-министр Великобритании. Мы о его речи поговорим отдельно. Потому что она пока что только в проекте. Но вчера выступил канцлер Германии Олаф Шольц на этой конференции. И я вам скажу, что другой Шольц. Вот создается впечатление, что канцлера Германии, ну просто, просто вот он поменялся кардинально. Кардинально. Ну не хочу говорить слово подменили. Он тот же, конечно же, человек. Но он пересмотрел свое отношение, свои взгляды. Так вот, в своем выступлении на Мюнхенской конференции канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружение боевые танки с западного образца, прислать их Украине. Вот такой лейтмотив был на выступление Олафа Шольца. Очень радует. Ну теперь самое главное, чтобы вот эти призывы, которые звучат из уст западных политиков, они должны перейти в дела. То есть слова не должны расходиться с делами. И тогда действительно мы будем получать то необходимое количество техники, которое нам надо для формирования контрнаступательной группировки и проведения самого контрнаступления. Ну а теперь вот про речь британского премьера. Дело в том, что британский премьер Риши Сунак будет выступать сегодня на конференции. И мы пока апеллируем с вами его проектом речи, которая просочилась в прессу. Ее опубликовали некоторые тезисы из этого проекта речи, который он должен там озвучить. BBC публикует. Так вот, основные тезисы его речи, которая сегодня должна прозвучать, будут следующими. Первое. Британский премьер выступит в Мюнхене с призывом удвоить военную помощь Украине. То есть то, что мы сегодня апеллируем цифрами, там 100 танков, удвоить. То есть следующая партия должна быть 200 танков. Далее. Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Так ожидается, скажет Сунак. Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он делает ставку на то, что мы потеряем самообладание. Мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас. Цитирует газета проект речи британского премьера. Ну и еще одна цитата. Нам нужно сделать больше для укрепления долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить им передовые возможности, соответствующие стандартам НАТО, в которых они будут нуждаться и в будущем. И мы должны продемонстрировать, что остаемся на их стороне. Что хотим и способны помогать им защитить свою страну снова и снова. Я вам скажу, что Великобритания, на мой взгляд, я уже говорил это, повторюсь еще раз, ранее говорил, что Великобритания, на мой взгляд, это своеобразный такой лакмус. Они как, как вам сказать, они как триггер, что ли, который генерирует все вот эти, все процессы. Вспомните в первые месяцы войны, когда Джо Байден там начинал задумываться, давать оружие или не давать. Британия всегда давала вот этот, ну мы называли его толчок, если так, подталкивала Соединенные Штаты. Сейчас Британия подталкивает уже все страны антироссийской коалиции к тому, что надо дать оружие. Надо дать как можно больше оружия. Надо дать столько оружия, чтобы Украина гарантированно перемогла в этой войне. Ну вот такое вот, это очень показательно и очень, ну я бы сказал, что фактически мы можем, ориентируясь на вот такие выступления и на такие заявления, мы можем сегодня говорить о том, что у нас есть гарантии того, что это оружие будет поставлено, и причем в тех количествах, которые нам необходимы. Опять мы возвращаемся к вопросу о самолетах. Самолеты и сейчас активно, пока F-16 немного подвис в воздухе, где и как и когда будет передаваться, мы с вами только предполагаем, я высказал предположение, что где-то, если мы в марте получаем танки, значит в конце марта, в начале апреля мы получим самолеты. То есть на мой взгляд, с точки зрения военного, было бы нерационально использовать вот эту армаду техники западного образца без прикрытия аналогичной западной авиации. То есть качественного прикрытия с воздуха. Ну и вот пока судили-редили про F-16, вспомнили про МИГ-29, польские и словацкие. Я уже вчера говорил, там отвечая на один из вопросов, что нет, словацкие МИГи до сих пор не переданы нам. Как бы это печально не звучало для нас, но они до сих пор находятся в Словакии, до сих пор идут переговоры. Мы знаем, что польские МИГи-29 были быстро перегнаны на авиабазу в Рамштайн, в Германию, чтобы Польша, не дай бог, не своевольничала и не отдала нам эти самолеты без какого-либо согласия их, тех, кто должен это согласие отдать. Ну, выскажемся так. Мы не знаем подробностей, как бы с вами, поэтому апеллируем только открытыми данными. Так вот, президент Польши Анджей Дуда пообещал возобновить вопрос, рассмотрение вопроса о том, чтобы передать нам вот эти вот польские МИГи. Польские МИГи, которые сейчас находятся на немецкой авиационной базе. Ну, эту базу арендует НАТО, но, тем не менее, она находится на территории Германии. А вообще, Анджей Дуда высказал, что Польша присоединится к коалиции стран-поставщиков авиации в Украину, и такая коалиция будет в ближайшее время сформирована, в этом не сомневается президент Польши. Вот такой вот подход. То есть, танковая коалиция уже есть, мы знаем, 8 стран, плюс, видите, Олаф Шольц призывает ее расширить и присоединиться к другие страны к этой коалиции. Я думаю, что она расширится. Ну, если уже даже мне понравилась позиция, я вам приводил пример Португалии, которая сначала говорила, не-не-не, ничего не дадим, а потом сказала, ну, у нас всего три танка, ну, мы их вам отдадим. Вот такой подход должен быть у стран-членов антироссийской коалиции. Поэтому, я думаю, что и с авиацией коалиция сформируется, ну, а пока Польша может, Польша будет решать вопрос, чтобы передать нам свои. Это их МиГи 29-е, но единственное, что там есть нюансы в их передаче. Поэтому Польша возобновляет этот процесс. Может быть, вместе с F-16 мы еще и получим вот эти две партии из Польши и из Словакии самолеты МиГ-29, которые уже модернизированы, частично модернизированы под стандарты НАТО. Это будет огромный скачок вперед нашей авиации. Потому что сегодня мы, сегодня мы летаем и сражаемся на советских самолетах. Вот, чтобы вы понимали, на советских самолетах в 80-х годах. Они практически модернизации никакой не проходили. Ну, и еще одна новость, так как, наверное, вишенка на торте, как всегда на посошоке, стараясь самую интересную, это встреча Лукашенко и Путина. И понятно, что мы ничего там прорывного не ожидали, но, как всегда, Россия нашла, чем же придавить Лукашенко. А именно, Путин фактически требует от Лукашенко полной передачи контроля над промышленностью Белоруссии по Российской Федерации. Путин хочет, чтобы белорусская ГВПК полностью перешел на военные рельсы и работал под контролем Российской Федерации по выпуску и ремонту техники и вооружения для российской армии. Причем речь уже идет даже о сборке самолетов Су-25. Тут, кстати, мы надо сделать, ну, мы же, как с вами опытные эксперты, читаем между строк, если так критично и так настоятельно Россия требует, чтобы Белоруссия начала сборку и выпуск Су-25, это что? Делаем вывод, что штурмовиков в Российской Федерации осталось очень мало. Летать не на чем. Они, кстати, с Су-25 очень редко встречаются. Даже Су-24 стали встречаться чаще в воздухе над передним краем. А это бомбер. Это бомбардировщики. Его намного легче сбить, потому что ему, чтобы отбомбиться, надо зайти на позиции наших войск. Соответственно, наши средства ПВО тактические там, на переднем крае, легко его достают. Они продолжают терять вертолеты. К-52, кстати, Ми-24, Миссии, Ми-28 очень и очень мало появляется в небе. Тоже можно сделать вывод, что они практически закончились. Остались еще вот К-52. И судя по тому, что Путин настоятельно хочет, чтобы Беларусь начала собирать сушки-25 штурмовики, говорит о том, что их катастрофически не хватает. Вот такой вот результат встречи. Ну, как приходят к выводу некоторые аналитики, тоже военные эксперты, говорят о том, что, можно сказать о том, что Путин ставит Лукашенко такой, я бы сказал, своеобразный ультиматум производственный. Не хочешь воевать? Давай экономику под меня и будем выпускать, становись на военные рельсы, выпускай все для войны. Вот такой вот итог встречи. Но получается, что главный вывод, что Беларусь таки, наверное, и не будет участвовать в этой войне. Скажу немножко так с одесским жаргоном, что мы как таки не будем участвовать. Ну, хотя это не окончательно. Но, тем не менее, Лукашенко старается максимально разбазарить все военно-техническое имущество, чтобы армия осталась только на войсковых запасах. Ну, и посмотрим, как удастся Лукашенко или не удастся удержать военно-промышленный комплекс Беларуси или даже промышленность, тяжелое машиностроение Беларуси под собственным контролем. Или же Россия начнет отбирать заводы, возможно, целые отрасли под себя, для того, чтобы ремонтировать и производить военное имущество. Кстати, это очень хороший признак в том плане, что раз Путин так категорично настаивает на том, чтобы белорусская промышленность перешла под контроль России и перестала на военные рельсы, это говорит о том, что российская промышленность не способна сегодня обеспечить фронт, то есть войну на истощение для российской армии. Вот тут интересный вопрос. А как же так? Вы же там себя считали встающими с колен, самой мощной промышленностью, самой мощной армией, а сегодня вы просите маленькую Беларусь, Беларусью обеспечить вам товары военного назначения для ваших вооруженных сил. Опа! А где же экономическая мощь самой мощной империи или самой мощной державы в мире? Оказывается, нету. Без белорусских заводов Россия не тянет сегодня в войну. Очень интересный момент. И вспомните, перед этим Лукашенко делал заявление, что должны начать там либо вступить в войну, либо там передавать вооружение, но определиться должны страны ОДКБ. Это же тоже призыв не просто так прозвучал. Теперь мы понимаем, к чему это. Лукашенко пытался разделить ответственность, чтобы не было посягательств на всю промышленность Беларуси, чтобы войну там дали свои войска и технику какие-то другие страны. Но я так понимаю, что в ОДКБ никто, даже патрона не хочет России дать, для того, чтобы помочь в этой войне. И, кстати, не столько из-за санкций, сколько, наверное, по принципу, своя рубашка ближе к телу. Что вопросы с личной безопасностью стран становятся все-таки во главу угла. В Европе, наконец-то, началось изменение мнения в ту сторону, что лучше мы отдадим сейчас то, что есть на складах, а себе быстренько наклепаем то, что может военно-промышленный комплекс. И, кстати, военно-промышленный комплекс западных стран, стран-коалиции раскручивается на полную катушку по производству вооружения. Причем всех видов, начиная от боеприпасов, стрелковых, заканчивая ракетами и танками. То здесь Путин пытается играть аналогично, зеркально и вдогонку. Только он не свою промышленность поднимает. Видимо, Мишустин, глава правительства России, сказал, что нет промышленности, только бумажки одни остались. Все украдено, все уже давно украдено. Поэтому производить не на чем. И там пишут некоторые, я вижу, я понимаю, это, скорее всего, из Российской Федерации пишут, что мы матрицу свою производим. И для тепловизионную, что это там прорыв. Ну, понимаете, мы еще ни разу не нашли матрицу в приборах российского производства. Даже Эльбрус знаменитый, которым так хвастались в России, что на наночип Эльбрус они там сделали. А когда отрываешь аккуратненько этикетку, снизу написано Made in Taiwan. Даже такое было. Французские матрицы мы находили на Орланах. Сейчас нашли американские матрицы. Но российскую мы так и не нашли. Где же она, та матрица, которую вы пишите в комментариях, что вот Россия сегодня сама все может производить. Да нет. Покажите хотя бы одну российскую матрицу или наночип российского производства, не с переклеенной этикеткой, а настоящей, действительно, российской. Что вы его сделали, и теперь вы ни от кого не зависите. Вот такая вот история с военно-промышленным комплексом сегодня разворачивается на просторах так называемого союзного государства, которое Путин все строит, строит и никак не может построить между Белоруссией и Российской Федерацией. Даже тут у него не складывается пока что. Лукашенко упирается всеми конечностями и не хочет в союзное государство вступать, ну никак. Ну что ж, на этой как бы позитивной ноте мы первый раздел нашего с вами видео закончим. И я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал. Если кто-то еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня прозвучит следующий. Следующий вопрос. Боинг и НАМО успешно испытали боеприпас под названием РАМ-Джет-155 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем с дальностью поражения более 80 км. Судя по испытаниям этого снаряда, есть потенциал в 100 км. Как отмечает компания, НАМО также разрабатывает версию с увеличенной дальностью полета до 150 км. В таком случае артиллерия выходит на совершенно новый уровень. Что это за снаряд? Особенность этого снаряда состоит в том, что это фактически, это, будем так говорить, маленькая ракета. Это снаряд с прямоточным реактивным двигателем. Время горения которого может составлять 40-50 секунд. Но при этом этот снаряд разгоняется и может лететь. Он управляемый, может лететь на дальность, ну видите, они даже предполагают в 150 км. На сегодняшний день он испытан на дальности 70 км. Прошел испытания в апреле месяце прошлого года. И сейчас компания разбирается с его доведением до ума. До дальности, я так понимаю, в 100 или в 150 км. Это высокоточный боеприпас. Единственное, что его особенность состоит, это практически выводит артиллерию немного на совсем другой качественный уровень. То есть это активно-реактивные снаряды, которые имеют собственный двигатель и могут ускоряться в полете, в ходе-после выстрела. Но этот снаряд может использоваться только в системах боевого управления. Когда идет комплексное управление боем, то есть это идет, допустим, разведка беспилотниками, которые корректируют огонь артиллерии. И, возможно, раз имелась в виду система боевого управления, в составе системы боевого управления использования этих снарядов, значит, возможно, этот снаряд будет требовать подсветки цели лазером. А это можно сделать только лишь с помощью беспилотников или с помощью разведчиков. Ну, разведчики на такую глубину, 150 км, вряд ли смогут уйти, а еще и подсвечивать цель. И то, что он есть, да, об этом написали, об этом сообщили, но это перспектива будущего. Это не значит, что этот снаряд завтра получат вооруженные силы Украины и будет иметь высокоточный боеприпас с дальностью на 150 км. Дай Бог, чтобы нам Хаймарсом дали те снаряды, которые мы просим, это вот эти планирующие бомбы, которые были разработаны на основе, точнее, планирующих бомб, который был разработан для системы Хаймарс с дальностью пуска 150 км. Вот это бы, может быть, решило проблему. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о динамической броне танка. Что она из себя представляет? И еще слышал о таком понятии, как экранная броня танка. Есть ли отличия и, как говорится, в чем соль? Заранее спасибо. Смотрите, броня танка нету такого понятия, как динамическая броня или вот экранная броня. Смотрите, что есть. У танка есть броня. Это корпус танка. И она может быть разной. Она может быть композитная, она может быть многослойная, она может быть однослойная. Она может содержать обедненный уран, для того, чтобы быть более прочной. Но, для того, все равно броня не могут сделать, допустим, бронепробиваемость ПТУРа составляет от 800 до 1000 мм брони. То есть, такой мощный заряд, который прожгет вот такой броневой лист. Представляете, броневой лист на танке толщиной 800 мм. Или метр толщиной. Нет, такого нет. Для того, чтобы создать эквивалент такой толщине, надо сделать дополнительную защиту. Так вот, не активная броня, а активная защита. Комплексы активной защиты применяются на танках. Это разновидность защиты бронемашин. Не только на танках может применять, но в основном на танках, для повышения живучести. И выглядит это следующим образом. Вы смотрите на танк, он похож на черепаху. Такие квадратики на нем размещены. Вот это и есть, ну, в народе ее называют активная броня. А в науке она называется комплекс активной защиты. Вот в этих коробочках заложен заряд. Тратиловые шашки, ну, условно говоря, там тратиловый заряд. При попадании любого снаряда в эту коробочку происходит взрыв вещества, находящегося в этой коробочке. И вот этот встречный взрыв, он снижает бронепробиваемость снаряда. Если это кумулятивный снаряд попал в эту коробочку, значит, встречным взрывом размывается кумулятивная струя. И она нагревает танк, но не пробивает. Если это бронебойно-подкалиберный, то его может увести на рикошет. То есть, отбрасывая в сторону снаряд, вот этот бронебойно-подкалиберный, он может уйти на рикошет. И вся энергия не будет направлена под наивыгоднейшим углом к броне. Или он, допустим, пробьет эту коробочку, но уже сил, точнее, кинетической энергии пробить броню танка у него не останется. Кстати, для того, чтобы преодолевать вот эту комплексы активной защиты, которые на танках, или активная броня, как в простонародье называют, в том числе и в вашем вопросе так прозвучало, создали тандемный заряд на кумулятивных снарядах. То есть, первый заряд, который борется с этим встречным взрывом, а второй заряд, который уже пробивает броню. И комплексы активной защиты стали менее эффективны. Броневой экран, про то, что вы пишете, это дополнительные противокумулятивные экраны. Они выглядят как угодно. Ну, самые простые это сетка. Сетка, обрежтовка. Ну, кстати, помните, российские танкисты начали варить так называемые, мы называли это мангалы или курятники, из арматуры, из арматурных прутьев, они варили на башнях такие, на надстройке от джевелинов. Потому что они думали, что это спасет от джевелина. Почему? Потому что он бьет верхнюю полусферу танка, она самая слабая у всего танка. Вот. И, соответственно, уже до танка якобы джевелин не долетает. Ну, это оказалось фикцией. Почему? Потому что, опять же, у джевелина тандемный заряд. Первый заряд разносит решетку в дребезги, а второму заряду хватает мощности для того, чтобы пробить броню башни или люка, куда он там попадает сверху. И, соответственно, вывести танк из строя. Вот. А еще может выглядеть кумулятивный кран, или это самое, точнее, да, вот этот кумулятивный кран может выглядеть в виде сетки. Вот на российских Т-90 есть на башне сетка. Она как юпочка такая висит из стальной проволоки. Это кумулятивный кран. Вообще танкисты приучены возить в бой с собой все имущество. Вот все, что за танком числится, они-то все цепляют на танк. И иногда даже похоже, как будто это груда какого-то военно-технического имущества, из которого торчит ствол. Объясню почему. Потому что даже доска толщиной в 40 мм, там какой-нибудь кусочек, недлинная доска, она играет роль противокумулятивного экрана. И спасает танк в случае попадания кумулятивного снаряда. Это вот экранная броня. Это экраны, противокумулятивный экран. Они могут в виде сетки, в виде ящиков зип дополнительных, в виде бруса может быть такой же точно экран. Ну, правда, применение деревянных изделий, это, конечно, немного архаично. Но когда хочешь жить, то, как говорил один, хочешь жить, не так раскорячишься. Поэтому применяются любые средства. И вот динамическая броня, это комплексы активной защиты танка, так называется. А экранная броня, это противокумулятивные экраны, которые могут представлять собой все, что угодно. Но только противокумулятивные, потому что, когда попадает в тур, даже наша стугна попадает в российский танк с тандемным зарядом. Первый заряд сносит все, что до брони, а второй заряд, кумулятивный, уже идет в чистую броню. И, соответственно, у танка нет никаких шансов выжить в этом, после такого попадания. Подскажите, как юридически оформляется и за кем закрепляются трофейные и стрелковые вооружения, боеприпасы, техника и кто за них отвечает? За них отвечает то подразделение, которое в основном так бывает, что то подразделение, которое их захватило. Если эта техника и вооружение, эти боеприпасы, этому подразделению подходят. Ну, пример привожу, допустим, Харьковская операция. Штурмовая пехота, наша штурмовая пехота пошла вперед, прорвала оборону противника, выбила противника с его позиции, враг побросал танки и убежал. Естественно, штурмовой пехоте танки что? Не нужны. Тогда приезжают специалисты служб ГРАУ, сначала эти танки забирают на технические подразделения, они их эвакуируют на сборные пункты, потом проверяют их техсостояние, дальше они ставятся на учет по серийным номерам и выдаются в танковые подразделения. Точно так же артиллерия, точно так же артиллерийские боеприпасы, приезжают представители ГРАУ, орудия эвакуируются, допустим, и боеприпасы на сборный пункт приезжают представители ГРАУ, а приходуются и выдают. Если же, допустим, танковое подразделение захватило танки, у них есть возможность осмотреть его, освидетельствовать его технически, и он исправен на момент его захвата, то его просто ставят в строй и соответствующие данные подают через службу РАФ ракетно-артеистского вооружения этой воинской части, батальоны или бригады. И этот танк или это орудие, точно так же в артиллерии или это орудие, они приступают к выполнению боевых задач уже в составе этого подразделения. И тот, кто поставил его на учет, несет ответственность до передачи его в подразделение. Потом в подразделение эта техника передается точно так же, как та, которая поступает из резервов, допустим, Министерства обороны Украины. То есть тот, кто эксплуатирует, тот за нее отвечает. Тот, если эксплуатирует, допустим, ремонтники, пока они его там эвакуируют, обслуживают и готовят к передаче, значит они за нее отвечают. Приезжают представители части, они принимают эту боевую машину, ставят ее в строй и уже они за нее отвечают. Ну а учет сразу же забивается в компьютер и там, допустим, в Киеве уже, в штабе вооружения, у них есть там плюс один танк, модель такая-то, серийный номер такой-то. Соответственно, по серийному номеру определяется год выпуска этого танка и мы понимаем, какие характеристики. Дальше принимается решение, какому подразделению передать эту ту или иную технику. Ракеты с ядерным зарядом можно запустить только с командного пункта дивизии, ЗКП дивизии или КП полка с получением соответствующей молнии. Смотрите, вообще ракета с ядерным боезарядом пускается из рубки оператора. Если это мобильный комплекс, то рубка оператора, там находится пусковое устройство, там находится кнопка пуск, которую нажимает ключ, по поворотам которого включается зажигание, и кнопка пуск, которая осуществляет пуск этой ракеты. А если это стационарный комплекс, шахтная пусковая установка, там все равно есть пульт управления, за которым сидит оператор. И да, ракету можно запустить только с рубки оператора, ну или выносной пульт ставится. Если есть необходимость защитить экипаж и риск нахождения в рубке есть, то тогда что делает? Делается выносной пульт из защищенного места, с окопа, производится пуск. Но пуск можно произвести только лишь в том случае, если правильно вы написали, что пришли коды. Если коды есть, то вы вводите код, активируется система и вы производите пуск ракеты. При этом оператор или расчет пусковой установки может не знать, какая цель заложена в голову ракеты. А может получить приказ и ввести в голову ракеты целеуказания, которые придут вместе с кодами. Допустим, если перенацелить, или если ракета не была, ранее не были введены координаты цели в эту ракету. Но это делается из рубки оператора с пульта управления непосредственно на пусковой установке. И вот последний человек, который вводит последнюю степень защиты, это оператор этой пусковой установки. Она или шахтная, или мобильная. Или это пилот самолета, который нажимает кнопку сброса ракеты. Такое вопрос. Часто чую, что Раша использует ГЛАНАС, а свет использует систему GPS. То есть, если, например, хакеры святые сделают массовую атаку на ГЛАНАС и покладут его, то вся расистская оружие станет слепа и небоездатна. Сбитие сопутников не разглядывается. Складно, дорого и выключает реакцию нападу на Россию. А вот хакеры теоретично, спильно, могут, напевно, это сделать. Как вы вважаете? Смотрите, дело в том, что да, вы абсолютно правы. Если хакеры взломают систему ГЛАНАС, они, да, не могут ее положить. И тогда Россия останется без системы GPS-навигации. Тогда у России только останется инерционная система наведения высокоточных ракет. То есть, бортовой гироскоп в ракете будет определять ее положение, с его помощью будет определяться его положение в пространстве. И точность, конечно же, резко упадет. Но, вопрос вот в чем. Дело в том, что вот эти системы, типа спутниковая навигация, они очень хорошо защищены и они не имеют выхода во внешний мир. То есть, нельзя. Спросите любого айтишника, он вам скажет, что если нет физической связи с компьютером, то вы этот компьютер никогда не взломаете. Если, допустим, два компьютера стоят в системе, но эта система не связана с мировой паутиной, с мировым интернетом, то вы никогда не взломаете эту систему. Потому что у вас нет доступа к этой системе. Ни через Wi-Fi, ни через кабельные сети, ни через что. Вы не войдете в эту систему для того, чтобы ее взломать. Вот точно так же защищаются все военные системы в мире. Они не имеют физической связи с внешними системами интернет. Отдельно создаются системы не секретные. То есть, вы можете, допустим, зайти в Соединенных Штатах, вы можете зайти на сайт Министерства обороны США. И посмотреть там всю документацию, которая там выложена. Но вы никогда не войдете в боевую систему управления огнем, допустим, армии США. Никогда. Вы никогда не войдете в систему слежения спутников. Никогда. Она не имеет внешнего выхода. Для этого надо, допустим, хотя бы похитить один спутник. Или ретранслятор, который связывается со спутником. И, взломав коды, подключиться к этой системе. Вот только таким образом. Либо через спутник на орбите, пристыковаться к нему. И стать частью этой системы. Либо на наземной установке, которая поддерживает связь с этим спутником. По-другому вы никак это не сделали. Поэтому это довольно-таки сложно сделать. Добрый день. Подскажите, применяется сейчас такой вид разведки артиллерии, как звуковая разведка. Мне, как человеку, с таким опытом это интересно. Вы, наверное, когда-то служили в арт-разведке, в звуковой. Были когда-то даже целые подразделения в Советской Армии, батарея звуковой разведки. Была в артиллерийском разведывательном полку, который входил в состав артиллерийской дивизии. У нас было две артиллерийские дивизии. Когда-то в свое время и Запорожье стояла такая, и в Тернополе стояла. И у них были такие полки. Ну, потом это все было сокращено. Да, сегодня это применяется. И, кстати, это получило развитие. Последнее изобретение, которое сделал Советский Союз, это был комплекс АЗК-7. Сначала был АЗК-5, а потом было АЗК-7. Это артиллерийский звуковой комплекс, который там мог слышать до 25 километров максимум. Последующим, как его модернизация, был комплекс Зоопарк-1. И буквально перед самым развалом уже Советского Союза был выпущен комплекс Зоопарк-2. И вот этот Зоопарк-2 уже пошла модернизация. Украина создала комплекс Положение-2 звуковой. И по документам, опять же по документам, в 2020 году началось серийное производство комплекса Положение-2 для вооруженных сил Украины. Но, насколько я знаю, там комплексы эти исчислялись единицами. Сколько было выпущено на сегодняшний день, не знаю. Но там несколько комплексов Министерство обороны в 2020 году заказало у промышленности. Российская Федерация пошла по пути модернизации комплекса Зоопарк-2. И мы сегодня встречаем этот комплекс на полях. Кстати, недавно этот комплекс был уничтожен. И об этом сообщалось. Они потом разрабатывали еще комплекс, его модернизацию. Но дальность у него обнаружения 40-45 километров. Это реактивные системы залпового огня. Максимально он может до 80 километров. Сектор 60 градусов у него осмотра. И максимально он на 80 километров может определять пуски тактических ракет. Но он действительно есть, но не получил такого массового распространения. Дело в том, что звуковые базы надо расставлять. А в условиях вот такой позиционной войны, массированном применении артиллерии, там сплошная каша в этом звуковом комплексе. И определить, что, где и когда стреляет практически невозможно. Плюс он должен располагаться непосредственно за боевыми порядками войск. А это не влечет за собой. Видите, война показывает, что все, что находится в боевых порядках войск, оно уничтожается в первую очередь. Радиолокационные станции артиллерии гасятся в первую очередь. Вот такой звуковой комплекс гасятся в первую очередь. Почему? Потому что он является средством контрбатарейной борьбы. Он обнаруживает артиллерийские подразделения на позициях. Он обнаруживает стреляющие орудия и минометы. И, соответственно, дает целеуказание и корректирует ведение огня артиллерии для подавления артиллерии противника. Вот такая вот история с этим звуковым комплексом. Так что на сегодняшний день, да, он присутствует по мере наличия этих комплексов. Но так, чтобы они там массово применялись, нет, такого нет. Я думаю, что где-то на отдельных участках они могут применяться. Их обнаруживают и сразу же стараются уничтожить. Поэтому сегодня во главу угла и стал беспилотник. Понимаете, беспилотник прилетел и улетел. Прилетел, увидел, быстро срисовал координаты, передал их артиллерии. Если успевает артиллерия, значит она по нему в лупе, по этим координатам в лупе. И беспилотник еще может посмотреть где-нибудь со стороны. Чуть-чуть отлетел в сторону, со стороны может посмотреть результат ведения огня. Или его скорректировать. Пока его самого не сбили. Но все остальное, все эти радиолокационные станции на сегодняшний день... Даже американские вот эти НТПК станции, это радары контрбатарейной борьбы разного типа, от ближнего до максимально до 50 км дальности, не приносят такой большой эффективности, как хотелось бы. Их очень быстро вычисляют и очень быстро накрывают. На какой высоте летят российские воздушные шары? Можно ли их сбивать стрелковым или охотничьим оружием? Возможно ли создать оружие наподобие охотничьего ружья, но более мощное, скорострельное, чтобы выпущенный заряд летел на дальнее расстояние и как дробный заряд, дробовой заряд покрывал большую площадь, что позволяло бы легко попадать в шары, беспилотники и другие летающие объекты. Установить это ружье, орудие, пулемет на автомобиль типа пикап для быстрого передвижения и борьбы с летающими объектами. Я не военный, поэтому прошу заранее прощения, если некорректно задаю вопросы или не то спрашиваю. Смотрите, я просто отвечу, да, вы, конечно же, немножко не так спросили. Дело в том, что вот все, что вы описали в своем вопросе, оно все существует. Оно все есть. Воздушные шары летят на очень малой высоте, где-то порядка до 500 метров примерно они летают. Могут подниматься, ну там зависит от газа, но выше там 2-3 километров нет смысла его поднимать, потому что дальше начинается разреженный воздух. И эффективность от применения этого шара на такой высоте, она резко снижается. По сравнению с тем, что, допустим, группа шаров, если летит на малой высоте, там 200-300 до 500 метров, то они могут действительно, и хороший приземный ветер, то они могут создавать иллюзию воздушной цели. Того же, какого-то мопеда или беспилотника небольшого, или баржировщего боеприпаса и так далее. И тогда оператор метается, не знает, что делать с этими шарами. Их действительно можно сбивать стрелковым оружием. Вот все, что вы описали по поводу типа супербольшого охотничьего ружья, вы ответили сами на свой вопрос, это все давно создано. Только вот это большое охотничье ружье с эффектом дробовика, это и есть зенитные пушки. Или зенитные пулеметы, как хотите. Зенитный пулемет дает скорострельность, или зенитная пушка малых калибров дает скорострельность. То есть там 23-мм ЗУ-23-2, это пушка, спаренная пушка, зенитная установка она называется, да, ЗУ-23-2. То есть 23-мм калибр и два ствола. На шилке это та же ЗУ-23-4, там 4 ствола. За счет плотности огня двух стволов или четырех стволов, они поражают цель. ЗУ-шки ставят на борт грузовика, крепят их, и это что-то, ну, я бы так сказал, аналог в истории это тачанка. Из грузовика делают тачанку, ставят на большую грузовую машину, откидывают борта, и вот она, машина разворачивается, и ЗУ-шка может, у нее сектор обстрела получается практически 180 градусов. Причем, а высоту она вообще может просто с любого места. Точно так же ставят крупнокалиберные пулеметы. У нас все мобильные группы, все мобильные группы, все на пикапах. У всех есть турели, есть, стоят там пулеметы различные, и 14-5, и 12-7. И они стреляют по таким, по дронам, по воздушным шарам, вот стреляют с таких пулеметов. То, что вы говорите, эффект дробовика, это как раз пушки, пушки С-60. Вот мы зенитную пушку ставим на, по-моему, у нее калибр 57 мм, у нее снаряд разрывается в воздухе, устанавливается взрывательно, и он взрывается на определенной высоте. И, соответственно, создавая облако осколков, он поражает и воздушные шары, и беспилотники, и дроны, и даже крылатые ракеты поражают. Именно крылатые. Баллистические не может поражать, слишком быстро они летят. Вероятность попасть в баллистическую ракету, это одна на 100 тысяч, или не одна на миллион. Так что это все присутствует, это все есть, это все используется сегодня, именно для того, чтобы не тратить дорогостоящие. Кстати, нам Соединенные Штаты передавали зенитные пулеметы с радиолокационными прицелами. Сейчас нам страны Балтии, по-моему, Латвия или Литва, вот точно не помню, передает Л-70, это зенитные пушки. Для того, чтобы именно создавали вот такой эффект дробовика, мы сбивали и воздушные шары в том числе. Так что все есть, просто теперь надо его применять в борьбе с этими целями. Вот такой очень интересный вопрос. К сожалению, да, все оказалось пшиком, те замы, ну одного там зама задержали, он сейчас в следственном изоляторе, который непосредственно отвечал за эти контракты. Остальных всех замов, которых уволили, они теперь перешли в статус советников, теперь они советники при министре обороны. Резникова сохранил офис. Мы знаем, кто в офисе принимает все решения и особенно за президента любит принимать решения. Вот этот человек и сохранил Резникова на посту министра обороны, скорее всего. Потому что Резников сказал на вопрос журналиста, он сказал, что мою судьбу может решить президент, а потом, вот перед самым началом Рамштайн, он вышел и сказал, что президент попросил меня остаться. Вот такая вот ситуация. Поэтому, как бы, рыбку вроде как поймали, но при этом погладили и отпустили. Так что, вот такая вот ситуация. Так что, с Резниковом ничего, он на месте. Скажите, будь ласка, че можно, че можлива высадка российского десанта, зливого на правый берег Херсонской области, або Запорижской области, на речницу Вейны, че подальшему? Дякую за вид поведение. Думаю, что невозможно. Невозможно, во-первых, по погодным условиям, очень холодная вода, это раз. И второе, понимаете, на реке Днепр, для того, чтобы высадить десант, надо его подготовить. А такую операцию скрытно не проведешь. Плюс, у нас достаточно сил и средств, достаточно войск на правом берегу Днепра, начиная там от Никополя, заканчивая Херсоном. Для того, чтобы предотвратить. Мы постоянно смотрим. И, кстати, наша разведка и наши силы специальных операций периодически совершают вылазки на левый берег. Помните, да, это вылазка в Каховке, в новой Каховке, точнее, которую осуществлял наш спецназ. И предотвращение попыток высадиться на острова в районе Херсона и Антоновки. Так что, нет, мы контролируем ситуацию, и на сегодняшний день это невозможно. Плюс, мы бы видели накопление сил и средств противника на левом берегу, для того, чтобы осуществлять десантную операцию. Такого ничего, на сегодняшний день, такого ничего не намечается. Здравствуйте. Прошу сообщить, какие цели в Крыму могут достать вооруженные силы Украины при использовании 150-километровых снарядов производства Boeing и Saab. Хаймарс. Ну, вообще, банальный вопрос, просто банальный вопрос. Открываете Google Maps и от наших позиций с правого берега реки Херсон отмеряете, там есть такая функция, как линейка. Отмеряете 150 километров и отчерчиваете радиусы. Вот, какие цели попадают в эту зону, те и сможет достать наша реактивная артиллерия в виде реактивных систем залпового огня типа Хаймарс. Что касается выхода наших войск на перешейк, естественно, дальность будет смещаться в сторону туда углубления в полуостров. И будем охватывать все большую и большую часть территории. Тем более, вы слышали последнее заявление Виктории Нуланд, она сказала, что все военные объекты, которые эксплуатирует Российская Федерация в Крыму, являются легитимными целями для вооруженных сил Украины. Потому что это территория Украины, и российские войска там присутствуют незаконно. Они являются оккупационными войсками. Если мы выходим на побережье Азовского моря, то тогда сразу же в зону поражения при дальности в 150 километров попадает Крымский мост. У нас будет возможность его добить. И сделать действительно вернуть статус полуострова и прекратить поставки техники вооружения на полуостров с материковой части Российской Федерации через Краснодарский край. Так что отмеряйте 150 километров и все, что там есть, на удалении 150 километров попадает в зону поражения Хаймарс. Почему для сбития баллистических ракет лучше Ф-16? Как он работает и почему не наземный комплекс? Кто вам сказал, что Ф-16 лучше для баллистических ракет? Немножко, наверное, невнимательно слушали. Я сказал, что Ф-16 и другие эксперты говорят, что Ф-16 может работать в спарринге. В комплексе с противоракетными комплексами, с тем же Патриотом, с той же Мамбой. У них идет обмен информацией и бортовой радар Ф-16 может усиливать радиолокационную станцию комплекса Патриот. Почему? Потому что в воздухе самолет видит намного дальше. У него, по-моему, если я не ошибаюсь, там 200 километров дальность засечки целей. Соответственно, получается, что либо самолет засекает и дает целеуказание комплексу Патриот, и уже оператор комплекса определяет, что лучше, что эффективнее в этом случае сбить эту ракету противоракеты из комплекса, с наземных пусковых установок, либо указать точную, он же указывает точную точку встречи по координатам Ф-16. И Ф-16 в этой задаче играет роль истребителя-перехватчика. Они работают в комплексе. Никто не сказал, что Ф-16 лучше, хуже, нет. Они друг друга дополняют. Либо оператор наземный отправляет самолет на перехват и говорит, вот в этой точке ты должен перехватить ракету, вот те координаты, лети туда и там ее сбей. Соответственно, летчик видит эту ракету на своем радаре, получив целеуказание, движется к точке перехвата и осуществляет сбитие этой ракеты. Либо летчик замечает ракету и говорит, вот есть цель, она идет таким-то курсом на такой-то высоте. Соответственно, оператор говорит, все, окей, мы ее взяли, мы ее сбиваем. Это все может происходить в автоматическом режиме. То есть, задача операторов будет только управлять одного радиолокационной станцией и пусковыми установками у второго самолетом для осуществления той задачи, которую ему поставят. Либо наблюдение, либо перехват. Но никто не говорил никогда о том, что F-16 там лучше или хуже наземного комплекса. Они могут либо работать вместе, либо наземный комплекс может работать самостоятельно без F-16. Здравствуйте! Что вы думаете про эти финские машины Патриа и финскую минометную систему НЕМО? Нужны ли они Украине? Кстати, машины Патриа 6х6 производятся в Латвии. Ну, скажу так, что это дистанционно управляемая система на бронетранспортере с базой 6х6, то есть треххлосная, 6 колес у него. Это миномет. Особенность этого миномета состоит в том, что он может вести как стрельбу по настильной траектории, то есть как орудие использоваться, и может вести мортирную стрельбу, как обычный миномет. Все работает в автоматическом режиме. Управляется дистанционно. Это беспилотная платформа. Есть еще одна особенность в том, что он может вести огонь на ходу. То есть в движении система управления огнем может учитывать движение самого миномета и движение цели, если цель движется. Так что довольно неплохая разработка. Ну, я скажу так, что у нас ситуация с минометами просто критическая. Просто. Наша пехота не успевает уничтожать всех орков, которые бегут. Всех россиян, которые бегут в атаку на наши позиции. Поэтому, если нам их поставят, ура, это очень хорошо. Если нам их не поставят, ну, что ж, значит будем просить другие минометы. Вот так вот я скажу. Но, в принципе, характеристики у него довольно неплохие, у этой системы. И у этой машины. Вот. И хорошая, довольно хорошая у него перспектива. У него дальность может быть до 10 километров, 50-60 выстрелов, боеприпас, мина 120 миллиметров. То есть, боеприпас, мина, в принципе, стандартная. Сама система может устанавливаться не только на машину, вот эту Патриа, которая производится, кстати, производится в Литве. Но и может устанавливаться куда угодно, эта минометная система, на любую другую платформу. Даже на малые катера тоже она может устанавливаться. И, соответственно, применяться как обычный миномет. Так, питание. Орки подтянули авиацию до линии фронта. Чи может так стати, что спершу они запустят ракеты и мопеды, чтобы разрядить наше ППО, а после полетит их авиация и пытаются уничтожить его? Смотрите, во-первых, они не подтянули ее к линии фронта. Давайте начнем с этого. А вот эта авиация, про которую мы говорим, что там они пригнали несколько сотен самолетов, она находится на европейской части Российской Федерации. И ближайшее расположение, об этом уже сообщило наше главное управление разведки, ближайшее расположение этих самолетов 200 километров от нашей границы. Они находятся вне зоны нашей досягаемости. То есть мы не можем их достать. Может ли Россия провести вот такой массированный многоволновой удар? Думаю, что вряд ли. Вряд ли. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас глубоко эшелонированная система ПВО уже. Ее не так просто разрядить. Мы выдерживали пуски из 100 ракет. И до 70-80% из них сбивали этих ракет. Поэтому, а сегодня Россия такой массированный пуск позволить себе не может. Нет у нее сил и средств для того, чтобы сделать... Сколько был последний пуск? 18 ракет крылатых и 12 ракет баллистических. 30 ракет. Вот вам и все. Плюс там с десяток беспилотников. Это все, на что сегодня способна Россия. Хорошо, пусть добавят еще два десятка. Ну, пусть будет 50 ракет. Они пустят. Но это не 100. То есть наша система из 100 могла отразить ракет. Да, не все ракеты были бы сбиты. Но, тем не менее, уйти на перезарядку... А если включить еще... Дело в том, что вы же не забывайте, что самолеты можно сбивать еще ПЗРК и тактическими средствами ПВО. Поэтому нет, я не думаю, что они способны. И самое главное, что на мой взгляд, если они не смогли это сделать за год, то сейчас показать нам массированный авиационный налет, когда волнами в боевом строю, в боевом порядке идут истребители-бомбардировщики для того, чтобы отработать по нашим объектам, ну, это нереально, на мой взгляд, сегодня. Так что нет. Я думаю, что для России это просто невыполнимая задача. Значит, квалификация летчиков не позволит им этого сделать. Они друг друга там перебьют в этом. Во-первых, строй не построят. Во-вторых, тараны будут биться, там, толкаться, как в троллейбусе. Так что я не думаю, что Россия способна на такое. Тем более, я вам в приветствиях скажу новость интересную. По ходу записи этого видео появилась информация с Мюнхенской конференции, которая именно относится к 24 февраля. Я думаю, 24 февраля вообще будет тихий и спокойный день. Объясню чуть позже, объясню почему. У меня вопрос по поводу ядерных испытаний. Например, во французской Полинезии смотрел кадры, там очень мощный взрыв в виде гриба, а также радиация. Мне непонятно, она же распространяется по миру, или нет. Да, она распространяется. Ну, вообще-то, давайте начнем с того, что вы вспомнили. Вспомнила бабушка, как я дивкою была. Вот. Это, во-первых, последнее ядерное испытание Франция проводила в Полинезии в 1974 году. После этого все взрывы были прекращены. Именно в Полинезии. Потом были еще испытания до 90-го года, пока не был введен мораторий на ядерные взрывы. Там два океана с двух сторон. И за счет розы ветров вот это радиоактивное облако и радиоактивный пепел уносились в основном в акваторию океана. Но вот в 90-х годах, когда было принято решение о наложении мораторий, даже раньше, в конце 80-х, было принято решение о моратории на ядерные испытания на планете Земля именно из-за того, что радиоактивное облако распространяется непредсказуемо. И люди, да, хорошо, ты проводишь ядерные испытания на ядерном полигоне. Кстати, был определен полигон, был выделен один какой-то квадрат в Тихом океане, куда метали все ядерные боезаряды. И там же проводили подводные и воздушные взрывы ядерные. И считалось, что как бы океан все поглотит. Весь это все радиоактивное в конечном итоге не достигнет суши и выпадет в океане. Ну, потом подумали, решили, что планктон, рыбы и все другое все принесет эту радиацию, напитает в себя и принесет эту радиацию на побережье. Где-то рыба попадет в сети, а потом ее съедят в каком-нибудь ресторане или кафе. И был мораторий, всемирный мораторий. Этот мораторий соблюдается практически по сей день. Ну, кроме Российской Федерации. Они там то ядерные двигатели пытаются в районе Архангельска испытывать, то еще какой-то сейчас ядерный взрыв на новой земле собирается проводить. Опять же, пугает весь мир, но при этом, ну, плевали. Россия это страна-изгой на этой планете. Они плевали на все международные нормы, все запреты. И им главное, чтобы их все боялись. Но, тем не менее, именно это послужило, что распространение радиации, оно непредсказуемое. Никто не знает, куда подует ветер. Причем, вы же знаете, погода меняется, как в море, каждый час. Сегодня, сейчас солнце, через час будет пасмурно, еще через час гроза, потом опять солнце. И куда полетит радиоактивное облако, знает никто. Вспомните наш Чернобыль. 86-й год. Взрыв реактора, утром в Голландии радиоактивный дождь. Где Чернобыль, где Голландия. Вот вам яркий пример. То же самое, когда мы говорим с вами о том, что Россия применит тактическое ядерное оружие. И завтра в Париже или в Берлине пойдет радиоактивный дождь, или в Лондоне. Ведь за ночь от Чернобыля до Голландии облачко досталось. Готова Европа сегодня? Или Европе легче придушить Россию только при первой мысли о применении ядерного оружия? Конечно же, никто не готов сегодня попасть под радиоактивный дождь у себя дома, сидя в своей уютной квартирке. Получить дозу радиации, а потом бороться с онкологическими заболеваниями, что провоцирует радиоактивное облучение организма человека. Как правило. Ну так, во всяком случае, констатируют медики нам. Нам влияние радиации на организм человека. Так что, уже радиация, да, действительно распространяется хаотично, но на сегодняшний день все взрывы прекращены. И еще раз повторюсь, во французской Полинезии последний ядерный взрыв был в 1974 году. Как на вашу думку, по Киеву были использованы переобладнанные ракеты С-400 для наземных целей. Потім про них нічого не чути стало. Чи є вероятность того, что то были тестовые випробования. Якщо Росія ці ракеты массово переробляє для наземных целей. По аналогії з ракетами С-300. Як їх багато може бути? Яка їх дальність? Чи більше вони мають заряд, вторую немну силу? Ну, скажу так, что ракета С-300, С-400, в принципе, аналогичная ракета. Примерно, боевая часть у них примерно одинаковая. У них разница в маршевом двигателе, дальность полета которого у С-400 больше. Переделывать они могут бесконечное множество. С-400 меньше ракет, они более современные. И выпущено их не так много, может быть, несколько сотен всего лишь. А вот ракет С-300, их там тысячи. Советский Союз наклепал, это был основной комплекс для Советского Союза. И поэтому Россия может их переделывать. А так как это не требует каких-то суперзападных технологий, Россия может переделывать эти ракеты в класс «Земля-Земля» столько, сколько ей будет необходимо. И я не скажу, что пуски по Киеву были тестовым испытанием. Нет, это была ракетная атака по городу Киеву. Почему? Потому что эти комплексы могут использоваться сегодня и по Запорожью, и по Днепру, туда очень часто прилетают ракеты С-300, а может быть и ракеты С-400. Это надо собирать обломки и идентифицировать ракету, какая у нее марка, на какой она номенклатуры, и тогда определить, с какого комплекса она летела. А так, надо отметить, что ракеты комплекса ПВО, они в основном противооскол, они в осколочном действии, потому что основной поражающий фактор у этих ракет это осколки, могут быть начинены убойными элементами металлическими, различной формы, как вот допустим ракета «Бук», для того, чтобы поражать воздушные цели, в том числе и баллистические ракеты. Они являются еще и противоракетными системами. Поэтому действие у него в основном осколочное, что страшно при применении по жилым кварталам. Почему? Потому что осколочное действие, оно убивает большее количество людей. Осколки разлетаются на большей площади. Все сейчас говорят про контрнаступ на весне. То есть это означает, что теперешнее группование орков в 300 тысяч на нашей территории выдохнется, а как же резерв в 200-250 тысяч, что сейчас проходят навчание на Москве. То есть, есть окно возможностей для введения московитами резерву провести контрнаступ, или это просто информационная война? Прокоментуйте, пожалуйста, это. Спасибо, но мы победим. Смотрите, на сегодняшний день мы предполагаем, что к марту месяцу в нашей территории будет находиться 400 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Это и есть все, что они отмобилизовали и отмобилизовывают сейчас. Резерв их может составлять порядка 200, до 200, может чуть больше тысяч. Это дембеля, которых не отпустили осенью домой из призыва, срочники. И те срочники, которых набрали в осенний призыв, вот они весной будут уже молодыми солдатами, первые полгода прослужившись, считается подготовленный солдат, ему можно подписывать контракт. Они сейчас прессуют и для того, чтобы их использовать. Но если будет ситуация критическая, я думаю, Путину будет наплевать, он издаст указ, и они пойдут. И эти сруи, он сразу вспомнит, скажет, мы же эти территории присоединяли к России. Да, это же территория России, да, поэтому срочники могут, обязаны ее защищать по Конституции России и отправят этих солдатиков сюда, в Украину. Он это может сделать уже сейчас. Поэтому окно возможностей, я бы сказал, что его как такового нет, чтобы успеть между тем, как выдохнется то, что есть на территории Украины, и тем, что у него есть в резерве. Вот мы должны рассчитывать на то, что до 400 тысяч на территории Украины и Крыма, и где-то 200-220-240 тысяч у него находятся в составе вооруженных сил Российской Федерации. Ну, они там пытаются еще проводить частичную мобилизацию, она у них идет, не собирает народ, но она не такая активная, как была осенью и зимой. Почему? Потому что уже сейчас, мы знаем, наша разведка говорит нам о том, что они выдают бэушные бронежилеты и стальные шлемы советского образца. То есть, даже амуниции не хватает на мобилизовую. С формой вообще проблема. Беларусь не справляется с пошивом. Северная Корея как-то обещала, но что-то не сильно может дать эту форму, не хватает. Техники для этого личного состава нет от слова совсем. Поэтому Путин, сейчас встречаясь с Лукашенко, душил его там, ну, образно говоря, душил его там, чтобы тот отдал под управление Российской Федерации военно-промышленный комплекс Белоруссии, чтобы они его перестроили и начали ремонт и выпуск военной техники и вооружения, особенно тяжелого вооружения. Вот. Поэтому вот на такое нам надо рассчитывать. И, соответственно, для того, чтобы перемолотить вот такую массу, нам необходимо, что западное вооружение. Ну, железо должно победить массу. Вот, пушечное, массу пушечного мяса. Вот тогда, да, это будет паритетно и это может победить. А сегодня, смотрите, но при этом не забывайте, что еще обученность войск падает. Вы же смотрите, сегодня при том, что их в два раза больше стало на нашей территории, но они не могут. Их на наступление забуксовало на востоке Украины, на Донбассе буксует на наступление. Сегодня мы практически на сегодняшний день почти на всех участках Донбасса мы купировали наступление российских войск. Мы пытаемся стабилизировать фронт. Поэтому качество этих войск, оно 400 тысяч огромная цифра. Я понимаю, что это почти полмиллиона. Что это вызывает как бы шок. Когда думаешь, нифига себе, 400 тысяч. А сколько же у нас? А чем мы будем их бить? Ну вы не забывайте, что это слабо обученное войско. И оно не успевает набраться боевого опыта, потому что они несут колоссальные потери. Колоссальные. Если тысяча человек в день убитыми, то это примерно еще, добавьте, как минимум 2000 раненых. То есть 3000 человек в сутки они несут безвозвратных потерь. Поэтому они везде разворачивают госпиталя. Они собирают кровь со всех областей прилегающих к границе Украины. Завтра уже в Москве и в Санкт-Петербурге объявят о сборе крови донорской для раненых. Как Шариков говорил, эти шрамы на Колчаковских фронтах получил. Точно так же и здесь. Кровь для тех, кто борется с нацизмом. Хотя сами являются нацистами. Точнее не нацистами, а фашистами. Русский фашизм Путину удалось построить. Даже, наверное, переплюнуть Муссолини и Гитлера. Итальянский фашизм один создал, вы знаете, да. А второй создал немецкий фашизм. Так что, я не думаю, что у нас будут... Да, нам будет, конечно же, тяжело. Но сегодня, когда звучат такие призывы, что надо в два раза увеличить поставки. Это после того, как они были кратно увеличены на Рамштайн-8 в январе. Сегодня звучат на Мюнскской конференции тот же Шольц. Говорит, дайте все, у кого есть танки, дайте Украине танки. Чтобы они могли спасти Европу от этой коричневой или черной уже чумы. Или красной чумы. Красной чумы. Это под красным флагом. Кстати, флаг тот же самый. Красно-белые, черные цвета. Как у Гитлера Путин перенял. Все то же самое. Ответьте, пожалуйста, что входит в специальную технику показателя сводки Генштаба. И скажите, ракеты РФ С-300 все переделаны на земля-земля. Или они их используют как земля-воздух. Но давайте так, по ракетам быстренько начнем с конца. Дело в том, что любой комплекс ПВО имеет установку на положение земля. То есть оператор может сразу изначально поставить земля, ничего не надо переделывать. И ракета класса воздух-воздух будет лететь по наземной цели. Это раз. В этом случае, правда, точность очень низкая. И необходимо подсвечивать цель. Точно так же, как, допустим, в воздухе. Что сильно сокращает дальность. Переделка ракеты занимает минимальное время. Там вставляется блок ГЛОНАСС системы GPS-навигации и блок памяти, который управляет ракетой по этим координатам. Это не занимает много времени. И Россия модернизирует столько ракет, сколько ей необходимо. Они привозят партии ракет. Практически, можно сказать, в лабораторных условиях, в полевых условиях разворачивают вот эти линии и переделывают ракеты. Или везут на завод. Россия не считает деньги на войну. Им может не хватить денег на пенсию или на пособия социальные. Но на войну у них деньги всегда найдутся. И они их возят туда-сюда. Привозят партию на завод, там тысячу штук, допустим, в ракет. И, соответственно, модернизируют ее. Она идет в войска. А следующую партию завозят на завод для модернизации. Поэтому это процесс бесконечный, пока не закончатся ракеты. Ракет там несколько тысяч, если не десятков тысяч комплексом С-3. Если 512 комплексов было на вооружении, то представьте, сколько ракет. Ракет, наверное, раз в 100 больше, чем комплексов. На каждый комплекс как минимум по 100 с чем-то ракет. Итого это уже 5 тысяч, если не 50. Поэтому много. Что касается, что входит в раздел специальная техника, вот то, что вы видите каждый день в сводке генерального штаба, там самый последний пункт специальная техника. Специальная техника это инженерные машины в основном. Это понтонно-мостовые комплексы, это минные заградители, это машины минного разграждения, это машины, инженерные машины по отрывке котлованов, рвов и окопов. Вот это все, это эвакуационные тягачи на базе БТС, допустим, бронированный тягач средний, БТС 2, по-моему, БТС 3 модификации. Вот именно это, мост-укладчики, вот это все является специальной техникой. И оно все числится вот в этой графе. Поэтому его не раскрывают, потому что там, если раскрывать этот пункт, там по несколько машин каждой категории. И категории будет больше всех. С танками меньше разновидностей танков, в графе там уничтоженные танки, да, чем, допустим, там одна из самых больших цифр, ну, после пехоты, конечно же, или боевых бронированных машин, там еще больше цифра, чем танков. Но, если брать по номенклатуре, по типам машин и раскрыть каждый пункт, то вот эта самая маленькая цифра в потерях российской армии, специальная техника, там будет самое большое количество номенклатуры. Потому что каждой технике может быть одна-две единицы. Но разновидностей будет вот все 120, сколько там машин перечислено. Ну что ж, вот на этом, наверное, мы вопросную часть тоже с вами закончим на сегодняшний день. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И начать я обещал третью часть, и начать я обещал с новости, которая вот прилетела буквально по окончании, сразу же по окончании Мюнхенской конференции по безопасности. На этой конференции был Китай присутствовал в лице Ван И, по-моему, это главный дипломат Китая, это министр иностранных дел Китая. Так вот, он выступил в Мюнхене, он выступил с такой речью, что Китай предложит мирный план урегулирования российско-украинского конфликта. Но этот план будет основываться на том, что территориальную целостность каждого государства необходимо уважать. То есть Китай за то, чтобы Украина была в границах международно признанных, а это 1991 год. Но самое интересное, почему этот министр иностранных дел Китая сказал, что этот план будет оглашен 24 февраля. Китай решил поиграть в символизм. В день начала массированного вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину. В этот день Китай огласит мирный план. Зная отношения России и Китая, ну как зная, каждый видит их по-своему, каждый смотрит со своей колокольни, но я думаю, что раз Китай сделал такое заявление, то Путин, как бы он ни грозил всему миру, вряд ли решится на какую-то серьезную военную провокацию 24 числа. И почему? Потому что в этот день весь мир будет прикован к Пекину и весь мир будет ждать, когда скорее всего это будет Си Цзепинь. Он захочет сыграть роль миротворца. Он, кстати, вот этим своим выступлением перехватывает пальму первенства у Раджепа Эрдогана. Эрдоган все пытался нас посадить за один стол переговоров, пытался использовать вот эту переговорную платформу по зерновой сделке. И чтобы урегулировать конфликт и стать мировым лидером, который предотвратил войну на европейском континенте, самую крупную после Второй мировой войны. Вот таким теперь Си Цзепинь хочет показать величие Китая, предложив мирный план и, возможно, поставив России ультиматум. В данном случае. Если они свой план основывают на уважении территориальной целостности каждого государства. Точнее не целостность, там сказано было границ, границ. На уважении границ любого государства в мире. Так что посмотрим. И я думаю, что для Путина это красный сигнал семафора в том плане, что 24 число не может нести никаких военных угроз. Весь мир будет ждать оглашения мирного плана в варианте Китая. И Китай попробует, на мой взгляд, перехватить пальму первенства в мире по урегулированию нашего вооруженного конфликта. Ну посмотрим. До 24 числа осталось совсем немного. Итак, комментарии. Первый комментарий сегодняшнего видео будет следующий. Смена командования никак не отражалась и никак не отразится на ходе боевых действий. Реально на боевые действия влияют исключительно западные поставки оружия. Ну, в конечном итоге, конечно, чем больше западного вооружения, тем крепче мы бьем, и точнее мы бьем врага. Но, тем не менее, методы ведения войны, скажу так, что отличаются. Вспомните, когда Герасимова убрали и стал Суровикин, сразу же пошла в бой авиации ракеты, ракетные удары. Нет, сначала дворников. Дворников это были такие волновые атаки, беспрерывные и прочие. Большие потери Российская Федерация при дворниках внесла. Потом поставили Суровикина. Он вытянул, фактически спас от разгрома группировку российских войск на правом берегу. Но при этом активизировал и практически расстрелял весь боезапас ракет Российской Федерации. Ну, в всяком случае, самых высокоточных. Я имею ввиду крылатые ракеты, калибры и прочее. Сейчас вернули Герасимова, мы пошли опять в позиционную войну. Методы меняются, но общий характер зависит от прямых поставок западного вооружения. Ну ладно, продолжим. Следующий комментарий звучит таким образом. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло, понты не прошли. Ну, это имеется ввиду про Путина. Про ЗЭК позволю предположить, что вера Путина в импотенцию политикума умиротворения агрессора и зависимости бизнеса от весьма смутных денег и сыграла с ним злую шутку. Если сравнить выступления Путина и выступления Гитлера перед началом войны, вы найдете не только прямые совпадения, но и определенная последовательность тезисов. А если прибавить именно использование рун Z, V и O, то нетрудно понять, что это был самоуверенный, ехидный, но где-то все же обоснованный плевок в принципы современных элит. Символ СС две руны ЗИГ, ЗИГ на петлице, как и ЗИГ ХАЯ, как и сама стойка ЗИГа, выстраивается как ЗЭД и обозначают ЗЭД как руну. Остальные, думаю, понятны. Не думаю, что в русском языке не нашлось иных букв и тезисов. Это точно не прошло незамеченным. Эти тезисы изучают в школах дипломатии. И правильно промолчали, и я промолчал, и Путин знал, что все промолчат. Но будет страшно с аналогией. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло, понты не прошли. Но эффект сильный, молодец. Две страны в НАТО, сплоченность Европы, помощь Украине, сила движения вперед всегда пропорциональна силе пинка. Вот такой вот мощный комментарий. Вчера вечером уже выступил глава Сумской областной военной администрации, сказал, что про формирование группировки в 10 тысяч напротив Сумской области это фейк, вброшенный в западную прессу. Ну что ж, видите, нигде нельзя расслабиться, и ПСО работает сразу и везде. Надо быть всегда на чеку. Украина переможе, Бог с нами, тому нам и помогает весь мир. Наступать рашка может только соби на яйца. Им уже конец, только они одни этого не видят, потому что постоянно бухают. Не понимаю философии жизни главного расиста. Разве Российская Федерация так быстро забыла гибель подводной лодки Курск? И это продолжается. Гибели молодых людей, дома можно построить, но мертвых не восстановишь. Смотрю YouTube и вижу, даже 170 километров в Тверской области нет газа. В чем смысл этого беспредела? Бывший президент Латвии Ваира Вики Врейберга после разговора рассказала, что так просто не уйдет. В чем это все, в чем этот вес? Цербер, у человека деменс, шизофрения, имеется в виду после разговора с Путиным, наверное. Тут стоит смайлик, поэтому я его и пропустил. Не знаю, как его читать. Фридрих Август фон Эсмарх 1823-1908 изобрел не только кровоостанавливающий жгут турникет, но и кружку Эсмарха, клизму, и ножницы Эсмарха для разрезания бинтов. Да, я сказал, что, скорее всего, это фирма Эсмарх, название турникета. Это, оказывается, фамилия человека, который изобрел кровоостанавливающий жгут. Но, тем не менее, это бренд, это торговая марка, так что я сказал все правильно в прошлом видео по поводу того, что русские снимают... Ну, они, кстати, русские очень активно с наших убитых бойцов собирают вот эти турникеты, цепляют себе. И, соответственно, они пытались... Их пропаганда пыталась выдать своих же убитых солдат за наших убитых солдат, приложив к ним вот этот турникет Эсмарха. Или жгут Эсмарха. Держитесь, братья украинцы! Я понимаю, как вам сейчас тяжело, но в эти трудные минуты я поддерживаю вас. Думаю, Запад даст вам современное оружие, и ваши драгоценные потери в военнослужащих и гражданских людях прекратятся с поддержкой из Кастаная-Данияра, Казахстан. Так, и в заключении... Олег, уважаемый, я смотрю вас каждый день из постоянно полувоенного Иерусалима. Иерусалима служил в небоевых частях. Но что-то помню, и это не ржавеет, и это не ржавеет, к сожалению. Из ваших лекций выходит отличная книга. Ну, я пока об этом... Давайте закончим войну. Самая главная моя мечта, я думаю, любого жителя Украины, и даже теперь уже любого жителя Европы. Давайте закончим эту войну, а закончить мы ее можем, только разгромив вот эту фашистскую чуму, российскую фашистскую чуму, которую создал Путин на просторах Российской Федерации. И только наша перемога может остановить эту фашистскую навалу. А потом уже будем думать о всем хорошем, красивом и добром. Ну что ж, я на этом благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Хочу еще раз пригласить, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а огромное спасибо хочу выразить тем, кто поддерживает канал и спонсорам канала. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить Сбройным Силам Украины. Паремога за нами! Слава Украине! Слава Украине!